Пострадавшим от паводков казахстанцев восстановят жилье, вне зависимости от того, есть у них документы на это или нет. Кроме того, фермерам и владельцам скота предоставят отсрочки по кредитам и налогам, а также лизинговым обязательствам. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут. Так сегодня заявил премьер-министр на заседании республиканского штаба. Оно прошло в Октябрьской области. Режим ЧЕС местного масштаба продолжает действовать в 9 областях страны. Ликвидация последствий паводков в усиленном режиме сейчас идет в Акмолинской, Актюбинской, Атараусской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанайской, Павлодарской областях, а также в Улы-Тау и Абай. Из зон потопления эвакуировано уже более 19 тысяч человек. Площадь покрытия снегом в северных и восточных, а также центральных регионах страны все еще превышает 65%. В ходе совещания премьер-министр заявил, что государство не оставит никого без крыши над головой. По поручению главы государства все потопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимания обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченные имущества и скот. Отдельное внимание было уделено вопросу фермеров и владельцев сельскохозяйственных животных. Свыше 33 тысяч голов удалось отогнать на безопасное расстояние. Вместе с тем имеется падеж скота. Министерством сельского хозяйства решается вопрос возмещения ущерба. Будут отсрочены платежи по кредитам и лизингу. Мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу беду, оказал помощь. Особенно хочется сказать спасибо коллективу 18-й школы. В течение недели мы здесь живем. Нам оказывают всяческую поддержку и заботу. Хочется, чтобы поскорее вся ситуация разрешилась, и мы быстрее вернулись в свои дома. В этом году воды особенно много. Большая опасность была. Хочется поблагодарить спасателей.